Здравствуйте! В эфире CBC и CBC FM Новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Оснащение Армении и Франции смертоносным наступательным оружием превращает ее в источник новой напряженности и угроз в регионе. Еревану важно воздержаться от подобных шагов, пока не стало слишком поздно, предупредили в Баку. Вступление в Грузию в Европейский Союз практически заморожено. На следующей неделе Брюссель начнет работу над ответными мерами для Тбилиси из-за принятого им закона об иноагентах. Израильская армия систематически нарушает в Газе законы войны, требующие минимизировать жертвы среди гражданского населения в ходе боевых действий, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Израиль никак не объяснил самой смертоносной бомбардировки Газы, несмотря на публичные данные обещания. В Баку стартовало 29-е заседание высокого уровня на тему «Путь к КОП-29. Стабильное и устойчивое будущее». В мероприятии, организованном Международным центром Низа Амиги Анжеви, принимают участие около ста иностранных гостей. Президент Аль-Камалиев направил обращение участникам мероприятия, в котором почекнуто, что Азербайджан постарается найти разумное решение в борьбе с беспокоящими человечество изменениями климата. Мероприятие продолжится три дня и завершит свою работу в освобожденном городе Ценгилан. «Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствия устойчивому развитию, благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей. Об этом говорится в обращении президента Аль-Камалиева к участникам 29-го заседания высокого уровня в Баку на тему «Путь к КОП-29 – стабильное и устойчивое будущее», которое зачитал помощник президента Хикмет Гаджев. В нём отмечается, что Азербайджан в рамках сотрудничества с другими государствами постарается найти разумные решения в борьбе с беспокоящими человечество изменениями климата. На КОП-29, которое будет организовано в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года. Также было добавлено, что у мира становится меньше времени, чтобы мобилизовать усилия для принятия совместных срочных мер и неотложных шагов с целью сохранения глобального потепления на уровне 1,5 градусов по Цельсию. «Команда, связанная с КОП-29, продолжает свою работу на очень профессиональном уровне, занимается формированием повестки дня, а также другими вопросами. Опыт КОП также показывает, что важно тесно сотрудничать с международными группами и академическими кругами. На этой конференции общая глобальная повестка Азербайджана в области изменения климата достигнет важных результатов. Подход Азербайджана к КОП-29 обеспечивает инклюзивность, максимальную прозрачность, а также учитывает мнение всех сторон». Мероприятие собрало мировых лидеров с богатым опытом и глобальным взглядом в области изменения климата и устойчивого развития из примерно 20 стран. В нем участвуют министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент КОП-29 Мухтар Бабаев, председатель 73-й Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернандо Эспиноса. Своё видеообращение участникам направил также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения «Тедрос» Аданом Гибриесус, где отметил, что принятие климатических мер поможет ежегодно спасти миллионы жизней. В первый день мероприятия были организованы 8 панелей по таким темам, как обзор статуса вызова, балансирование, сокращение адаптации и устойчивость, изменение климата и его взаимосвязь с водными ресурсами, биоразнообразием и продовольственной безопасностью. Члены Центра Низами Генджави активно работают над поддержкой успеха КОП-29 и вклада Азербайджана в борьбу с последствиями изменения климата. «Мы пытаемся собраться вместе, чтобы разработать актуальные темы для обсуждений и сделать так, чтобы КОП-29 имел наилучшие шансы на успех. Нам предстоит решить широкий спектр вопросов, одним из которых будут финансы, продовольствие, сельское хозяйство, вода. Изменения климата и затронутые им сферы, климатическая справедливость тоже будут в нашей повестке. Все эти вопросы мы разрабатываем таким образом, чтобы в итоге смогли сформировать повестку дня и помочь государству приветствовать все страны на КОП-29». Участники мероприятия также поделились своими мыслями и предложениями на панельных дискуссиях о роли науки, технологий и инноваций, обсудили состояние продовольственного и сельскохозяйственного сектора, затронули тему финансирования, здоровья, выбросов в атмосферу. На КОП-29 в Баку есть возможность обсудить то, как, например, сократить разницу в объёмах выбросов в атмосферу между глобальным севером и югом. Довольно часто в рамках этой темы спикеры фокусируются лишь на энергетическом секторе, в то время как эмиссии можно значительно сократить за счёт агропромышленного и продовольственного сектора. Ведь число малых предприятий в области сельского хозяйства довольно высокое на юге, но у них нет доступа к технологиям и инновациям, которые помогли бы снизить выбросы. Другой аспект – это обмеление водоёмов, что тоже является актуальной для Азербайджана проблемой, которая напрямую связана с глобальным потеплением. Внимание на конференции в Баку будет сосредоточено на климатическом финансировании. Лучшим результатом станет создание доверительных отношений и уверенность в том, что страны, которые исторически ответственны за климатические изменения, присоединятся к климатическому финансированию. Это станет наследием Баку, так как климатическое финансирование позволит справиться с изменениями климата. У нас есть необходимые технологии и знания, но у нас недостаточно средств. Для этого богатые страны должны вкладывать средства в бедные развивающиеся страны, чтобы они тоже могли действовать. Если у нас получится сфокусироваться на финансах, то это будет наиважнейшим достижением конференции в Баку. Одно из панельных обсуждений будет организовано в освобождённом городе Зангелан. Мероприятие завершит свою работу 21 июня. Джали Гусейна Вафарид Лачинов, Сибиси. Баку не считает эффективной политику Франции на Южном Кавказе, потому что она не способствует продвижению мирной повестки в регионе. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Ихмет Гаджи, комментируя продажу Парижем Еревану самоходных артиллерийских установок Цезарь. По словам Гаджи, в условиях, когда между Азербайджаном и Арменией идёт процесс нормализации, проводимая Францией в регионе политика-милитаризации представляет серьёзную угрозу. Эти шаги Парижа наносят серьёзный удар по процессу нормализации, особенно после того, как 19 апреля были достигнуты результаты по делимитации границ. А ранее было сделано совместное заявление на уровне высших органов двух стран и предприняты серьёзные шаги в направлении мирной трансформации Южного Кавказа. «Это никоим образом не способствует продвижению мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа. Реализация Франции политики-милитаризации ставит под угрозу мирную повестку региона на фоне процессов, связанных с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, процессов делимитации, а также совместного заявления на уровне властей двух стран 7 декабря. Это серьёзный удар по процессу нормализации, а также шаг, который послужит поощрению реваншистских сил внутри Армении, «Расширение зоны военного сотрудничества между Арменией и Францией вызывает серьёзную озабоченность». Утверждая о том, что Армения имеет суверенное право проводить политику массовой милитаризации, надо осознавать причины, по которым эти действия являются незаконными и представляют угрозу для Азербайджана. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранного дела Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 19 июня. Гаджизаде напомнил, что было бы лучше прояснить, почему Армения, которая сейчас ссылается на границы и территориальную целостность 1991 года, основанной на Алма-Атинской декларации, игнорировала эти документы в течение последних 30 лет, отказывалась признавать границы, основанные на советских картах, и оккупировала территорию Азербайджана. Сегодня Ереван представляет военные позиции, на которых спустя 30 лет дистанцировались азербайджанские солдаты как территории деревень, принадлежащих Армении, несмотря на отсутствие ограничений, и обвиняет Азербайджан в оккупации. Очевидно, что такие страны, как Франция, соревнующаяся в оснащении Армении смертоносным наступателем оружием, служат ее превращению в источник новой напряженности и угроз. Принимая во внимание тот факт, что эта политика способствует будущей возможной агрессии Армении, важно воздержаться от этих шагов, пока не стало слишком поздно, напомнили в МИД Азербайджана. Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе, заявила глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя контракт на поставку систем «Цезарь» Франции в Армению. Захарова подчеркнула, что руководство Франции руководствуется не интересами Армении, не интересами какого-то конкретного народа, а стремится использовать имеющееся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей. Под собственными конъюнктурными целями подразумевается не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника наторской идеологии. Мне кажется, именно так к этому и стоит относиться, сказала глава пресс-службы МИД России. Потому что все остальное они точно так же с треском провалили. Посмотрите на шагающую по миру культуру отмены. На подрывной деятельности Франции мы поговорим с гостем на прямой связи со студией политолог, доцент кафедры массовых коммуникаций Рудейн Анар Гасанов. Анар Малин, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. В средствах массовых информации сообщается о том, что между Арменией и Францией подписан контракт о купле-продаже самоходных артиллерийских установок «Цезарь». И складывается впечатление, что Франция вообще не интересуется своим внутренним положением, она не занимается внешней политикой, а беспокоится только о чужих, скажем так, делах и занимается подрывной деятельностью на Южном Кавказе. Как бы вы прокомментировали вот такие факты? На самом деле, последнее событие между Арменией и Францией, точнее, договор касательно системы «Цезарь», это, я бы сказал, символический шаг, потому что ни эта система, ни бастионы все-таки не играют ключевую роль в армяно-азербайджанской конфронтации. То есть, этим вооружением не победить Азербайджан, если Армения попытается вернуть утраченные позиции. Это раз. Это носит символический халат. Мне кажется, то, что вот сейчас активизировалось в нашем регионе Франция, здесь цель добиться антироссийских настроений, антироссийской политики и ухода России в целом из региона. Французы хотят заменить Россию конкретно в Армении. Почему я так считаю? Потому что в прошлом году Макрон совершил визит в Казахстан и Узбекистан. С какой целью? Там было подписано очень много соглашений. Эти визиты были совершены после потери французских позиций в африканском континенте. Вы знаете, что раньше уран добывали французы в Нигере. Но после утраты своих позиций во многих колониях, бывших колониях, форпостах Франции в Африке, Франция очень нуждается в этом стратегическом ресурсе. И этот стратегический ресурс находится в Казахстане и в Узбекистане. Так вот, есть еще одна другая тема. Зангерзурский коридор, срединный коридор. И она проходит через территорию Азербайджана, Армении. Это всем нам известно. И Франция хочет контролировать этот коридор на территории Армении, чтобы в будущем доставить на свою территорию этот стратегический ресурс из Центральной Азии в Азербайджан, из Азербайджана в Армении и дальше. Но возникает вопрос, если это так, тогда почему Франция разрушает, уничтожает дипломатические отношения с Азербайджаном? Ведь Азербайджан тоже находится на этом пути. Я считаю, что то, что происходит между Францией и Азербайджаном на сегодняшний день, это не стратегическая цель Франции. Я считаю, что Макрон, как говорится, приходящий и уходящий политик. Я думаю, что после Макрона французско-азербайджанские отношения, они стабилизируются, потому что Франция очень сильно нуждается в данном коридоре. Здесь цель – это выбить Россию из Армении. Чем занимается Пашинья, в чем его поддерживает Эммануэл Макрон? Мы видим, как раз говоря о Макроне, говоря о Франции. Министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года уверяло, что поставляемые в Армению военные техники носят лишь оборонительный характер, а на деле мы видим совершенно обратную картину. Будет ли осуждение или обсуждение, а может быть хоть какая-то оценка со стороны мирового сообщества? Ведь, по сути, Франция вмешивается в дела не своего региона и при этом военизирует и милитаризирует другую страну. Вы знаете, французская политическая элита, она отличается своей исламофобией. Французская политическая элита, она очень надменна по отношению к Азербайджану, исламскому миру, тюркскому миру, Турции и, конечно же, союзнику Турции и Азербайджан. Как бы вот эти нюансы надо учитывать. Касательно мирового сообщества. Вы знаете, по подобных вопросах, когда мещению являются страны так называемого авторитарного интернационала, между прочим, нас так видят в Европе с помощью информационных разъяснительных работ, с помощью работы некоммерческих организаций. То есть нас причисляют к авторитарному интернационалу в так называемом демократическом альянсе. Поэтому весь мир не будет осуждать Францию из-за Азербайджана, из-за того, что Франция влияет на милитаристский тон Армении. Но у Азербайджана есть союзники в лице России, в лице Турции. Вы недавно показали сюжет, как Россия критикует. Но это повлияет ли на политику Франции? Я думаю, нет. У Франции четкие цели. Сначала добиться ухода России из Армении, дальше договориться с Азербайджаном, стабилизировать отношения и дальше доставлять уран из территории Центральной Азии, значит, во Францию. Здесь мещенью является, не Азербайджан, здесь мещенью является, к сожалению, Российская Федерация и его интересы в Южно-Кавказском регионе. Ну, нормально. Хочется к вашим словам добавить, что, помимо всего, здесь еще мишенью является Армения, которую Франция пытается использовать в своих целях, но это уже не нам судить, как бы мы просто с вами обсуждали. Спасибо большое за подключение, за то, что ответили на наши вопросы. На прямой связи со студией был политолог, доцент кафедры массовой коммуникации РДН, Анар Гасанов. Спасибо. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхагдар обсудили углубление стратегического сотрудничества, сообщает МИД Азербайджан. В ходе телефонного разговора министры высоко оценили существующие отношения стратегического сотрудничества, подчеркнули необходимость углубления сотрудничества по многим направлениям, а также обсудили результаты официального визита министра Азербайджана в Пакистан в конце прошлого месяца и реализацию достигнутых договоренностей. Начался официальный визит первого замминистра обороны Азербайджана, начальника генерального штаба, генерал-полковника Керима Велиева в Сербию. На встрече с начальником генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал-полковником Миланом Майсиловичем обсуждены перспективы развития военного сотрудничества. Состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Затем состоялась встреча генерал-полковника Керима Велиева с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, на которой обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Лидеры стран-членов Евросоюза в ближайшие дни обсудят ситуацию в Грузию, принявшей ненавистный Брюсселем закон об иноагентах. Обсуждения пройдут сначала на уровне министров иностранных дел, а через несколько дней уже президенты и премьер-министры обсудят и решат, какие меры будут предприниматься в отношении Тбилиси. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герченский назвал разочаровывающим процесс, из-за которого вступление Грузии в Евросоюз практически заморожено. Дипломат сообщил, что на следующей неделе Евросоюз начнёт работу над ответными мерами для Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Герченский напомнил, Тбилиси неоднократно предупреждали о том, что принятие закона о прозрачности иностранного влияния негативно отразится на стремлении Грузии стать членом Европейского Союза. И вот соответствующие службы Еврокомиссии и служба внешних действий подготовили варианты ответных мер и разослали их странам-членам ЕС. Принятие закона об иноагентах заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз. Вам известно, что интеграция в Евросоюз требует единогласия, а мы уже слышали, что некоторые страны-члены публично заявили, что в случае принятия этого закона они будут против начала переговоров с Грузией о членстве. Я не смогу опередить дискуссию, которая на следующей неделе состоится сначала между министрами иностранных дел, а затем президентами и премьер-министрами. Мы должны дождаться, какие меры выберут страны-члены и как их осуществят. Отношения Тбилиси с Вашингтоном, а также с Евросоюзом разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах. Госдеп в ответ на это ввёл визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей. Впрочем, в Тбилиси убеждены, что эти санкции нанесут ущерб в первую очередь самому Западу. В результате прекращения некоторых проектов Грузия, конечно, потеряет десятки миллионов долларов от различных европейских банков, банков развития, азиатского локрации, европейского банка развития. Но те проекты, которые важны для национальных интересов Грузии, например, строительство порта Анаклея, который осуществует Китай, дороги, а не для Запада, они всё равно будут выполнены, потому что, во-первых, осуществляются не на европейские деньги и не европейскими компаниями, а те, которые осуществляются европейскими компаниями, в основном важны для Запада. Политолог отметил, что в свете наблюдаемых геополитических изменений Грузия получает значительную поддержку от Азербайджана и Турции. По его мнению, Тбилиси стоит рассмотреть возможность вступления в БРИКС, чтобы усилить свои позиции на международной арене и обеспечить стабильное развитие. Вхождение в этот блок, уверен Хидир Бегишвили, может предоставить Грузии новые экономические и политические возможности, укрепив её независимость и стабильность. Приостановка без визы со странами Шенгена с Евросоюзом вызовет определённое недовольство среди граждан, которые ездят туда на заработки и содержат свои семьи в Грузии. Но полка двух концов. Может быть, это станет мощным стимулом к возвращению домой грузинских эмигрантов и к созданию рабочих мест в Грузии. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон о прозрачности иностранного влияния, что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики Саламе Зоробишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Неправительственные организации Грузии неоднократно заявляли, что не будут регистрироваться в реестре в случае принятия закона, так как не считают справедливым называться организациями, проводящими интересы иностранной силы. В правящей партии заявляют, что это определение верное, если они получают финансирование из-за рубежа, и от них всего лишь требуется финансовая прозрачность. Бриллиант Исламова, Си-Би-Си. Россия намерена приостановить членство в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также прекратить выплаты данному органу. О подготовке такого решения совместно с Госдумой сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Причиной приостановки членства России в парламентской ассамблее ОБСЕ стал недавний отказ властей Румынии выдать делегации России въездные визы на очередную сессию ассамблеи. В Москве эти действия посчитали последней чертой, а Румыния объяснила свое решение цитата российской агрессии против Украины. Предложение о приостановке участия России в ОБСЕ было выдвинуто Государственной Думой также в феврале этого года, однако тогда решение так и не было принято. Организация Объединенных Наций заподозрила Израиль в нарушении закона введения войны. Управление по правам человека Организации Объединенных Наций опубликовало оценку шести от акциалов на сектор газа. Согласно докладу управления, эти удары привели к большому числу жертв среди гражданского населения, что нарушает принципы введения войны. Израиль не смог сделать защиту гражданского населения приоритетом при выборе метода введения войны, что является нарушением требований международного гуманитарного права. Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, опубликовавшего оценку шести атак армии обороны Израиля на палестинский анклав в период с октября по декабрь 2023 года. В ходе расследования удалось установить, какие виды оружия, средства и методы использовались при нападениях. В докладе описаны авиаудары с применением американских бомб. Управление ООН сообщило, что в результате шести атак на жилые дома, школу, лагерь беженцев и рынок погибли 218 человек. Ведомство не исключило, что количество жертв может быть намного больше. В докладе делается вывод о том, что армия обороны Израиля, возможно, неоднократно нарушала основополагающие принципы закона войны. Отмечается, что незаконные атаки, совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, также могут быть связаны с совершением преступлений против человечности. По прошествии времени проводить расследование становится намного сложнее, отметили в Управлении ООН по правам человека, выразив сожаление в связи с тем, что Израиль никак не объяснил самой смертоносной бомбардировки, несмотря на публично данные обещания. Это была оценка шести показательных случаев, когда мы смогли оценить виды оружия, которые использовались, а также средства и метод проведения этих нападений. Заявления, сделанные израильскими официальными лицами, вызывают очень серьёзные опасения по поводу соблюдения международного гуманитарного права. Мы почувствовали, что важно опубликовать этот отчёт сейчас, особенно потому что после некоторых из этих нападений прошло около восьми месяцев. «Постоянное представительство Израиля при ООН охарактеризовало расследование Управления по правам человека как фактически, юридически и методологически ошибочным. В Израиле напомнили, что соблюдают международное право, и каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением». Эллада Мамедова, CBC. Другим новостям. Билл Гейтс инвестирует миллиарды долларов в ядерную энергетику. Компания американского миллиардера и основателя Microsoft TerraPower реализует проект атомной электростанции. В интервью CBS бизнесмен отметил, что в настоящий момент Китай строит больше всего ядерных реакторов. К 2030 году в американском штате Вайомик компания-миллиардера Билла Гейтса планирует запустить атомную электростанцию. Проект предполагает использование реактора натриевого охлаждения вместо водяного. Ожидается, что это обезопасит и удешевит процесс генерации. В интервью CBS Билл Гейтс заявил, что США могли бы стать конкурентоспособными благодаря использованию инновационных технологий. Знаете, страна, которая сегодня строит больше всего ядерных реакторов, это Китай. И вы знаете, они серьезно настроены диверсифицировать свои источники энергии и избавиться от выбросов парниковых газов. Просто США имеют тенденцию быть более инновационными, будь то искусственный интеллект или новые лекарства. Если мы высвободим инновационную мощь этой страны, мы будем лидировать. И я очень рад поддержке, которую мы получаем от федерального правительства в этом ядерном пространстве, взять нашу историю в совершенство и решить проблему, заключающуюся в том, что наши нынешние реакторы слишком дороги. Бизнесмен уверен, что проект ядерной энергетики следующего поколения будет продолжаться независимо от баланса сил в Вашингтоне. Изначально старт проекта был намечен на 2028 год. Урановое топливо должны были закупать в России, но из-за войны в Украине поставщика сменили. Проект будет реализован за счет сырья из Великобритании, ЮАР, Канады и США. Двумя крупными спонсорами этого проекта являются инвесторы Терра Повар, из которых я самый крупный. Я вложил более миллиарда и вложу еще миллиарды, а затем федеральное правительство, которое помогает из-за стратегических преимуществ энергетической безопасности. Согласно отчету Фонда информационных технологий и инноваций, США на 15 лет отстают от Китая по темпово развития технологий ядерной энергетики. Особенно это касается возможностей по разработке и запуску ядерных реакторов четвертого поколения, говорится в аналитическом докладе. В будущем мы будем стимулировать и развивать новую серию многоцелевых и технологически применимых проектов в области ядерной энергетики, энергично стимулируя комплексное использование ядерной энергии и широкомасштабное применение ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, защите окружающей среды и безопасности. Соединенные Штаты обладают самым большим числом атомных электростанций в мире, но в настоящее время не строится ни одного нового ядерного реактора. В то же время в Китае на данный момент возводится 27 ядерных реакторов, в два с половиной раза больше, чем в любой другой стране мира. Средний срок строительства составляет около семи лет. Это обережает мировые показатели. Кроме того, КНР успешно внедряет инновации в атомной энергетике, при этом технологически не зависит от Запада. Самира Рзаева, CBC. В Китае увеличивается число компаний, производящих полупроводниковую продукцию, подавших на банкротство. Проблемы в этой отрасли начались еще в 2020 году, в период пандемии коронавируса. За 2021-2023 годы в стране закрылись более 20 тысяч компаний. Происходящее вызывает обеспокоенность у инвесторов, сообщает издание China Times. Обеспокоенность вызывает еще и тот факт, что с начала текущего года заявки на первичное публичное размещение акций отозвали по меньшей мере 23 полупроводниковые компании. Тем не менее, правительство Китая продолжает финансовую поддержку этого сектора. Недавно фонду, который занимается поддержкой китайской IT-отрасли, было предоставлено около 47,5 миллиардов долларов. Между тем, технологические достижения КНР не останавливаются, даже несмотря на ограничения США на экспорт передовых полупроводников в Китай. Намерение США замедлить экономический рост Китая не увенчалось успехом, считают эксперты. На самом деле это потому, что США хотят сохранить глобальную гегемонию. Это основная цель. США делают все возможное, чтобы замедлить экономический рост Китая. Но это не имело большого успеха. Понимаете, цель США — сохранить глобальную гегемонию и не иметь ничего общего с коммерческими интересами. Но в какой-то момент, я думаю, они обнаружат. Хорошо, мы попробовали все. И, кажется, ничего не работает. Так что давайте сядем и поговорим с китайцами. План Европейского Союза по введению дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей подорвет его собственные глобальные меры по борьбе с изменением климата. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил Ли Чао, пресс-секретарь Национальной комиссии по развитию и реформам, главный специалист по экономическому планированию Китая. Европейская комиссия 12 июня обнародовала предварительное решение о введении временных антисубсидиарных тарифов на электромобили, импортируемые из КНР. Предварительно объявленные пошлины составляют от 17 до 38 процентов в дополнение к уже действующим стандартам 10 процентов пошлинам на автомобиле. Пренебрегая фактами и правилами и предвосхищая результаты, расследование фактически вооружается и политизируется, ставя под угрозу честную конкуренцию под предлогом ее защиты. Мы решительно выступаем против этого. Практика полностью доказала, что недальновидный торговый протекционизм – это не выход. Предлагаемые тарифы, если они будут введены, не только нанесут ущерб китайским предприятиям, но и помешают долгосрочному здравому развитию компаний ЕС, что нарушит и исказит глобальную автомобильную промышленность и цепочки поставок, включая раздел внутри Евросоюза, предупредила пресс-секретарь Национальной комиссии по развитию и реформам Китая. Она отметила, что такие меры не только нанесут ущерб интересам потребителей ЕС, но и усугубят зависимость Брюсселя от иностранных ископаемых видов топлива, а также помешают усилиям блока по зеленой и низкоуглеродной трансформации. Китай поддерживает автомобильные компании всех стран в участии в честных соревнованиях и стремится сохранить стабильность мировой автомобильной промышленности и цепочек поставок. Мы надеемся, что ЕС будет думать и действовать благоразумно, уважать основные экономические законы и правила Всемирной торговой организации, прислушиваться к призывам своей собственной промышленности, исправить свою ошибочную практику и как можно скорее вернется на правильный путь открытого сотрудничества и зеленого развития. Это были все актуальные новости на сегодня. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC-FM. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok